Через 10 дней именно эта площадка станет центром делового общения, где будут обсуждаться самые острые вопросы экономики. Впервые международный инвестиционный форум проводится в главном медиа-центре Сочи. В выставочных залах, зона для круглых столов, в зале для пленарного заседания. Везде сейчас проводится монтаж оборудования. Борьба за инвестора начинается здесь. Каждый регион старается впечатлить участников форума, например, стендовой экспозиции, как Калининградская область. Здесь будет как релакс-зона, то есть у них упор делается на это, то есть будет искусственная трава, будут натуральные цветы, деревья, мультитач-стол, на котором люди могут немножко посетить, поразвлекаться, а также лаунжевая музыка такая спокойная. Главная задача форума – организовать конструктивный диалог бизнеса и власти. В Сочи всегда приезжают серьезные инвесторы, поэтому и край, и город представят не менее 700 самых интересных и перспективных инвестиционных предложений. Сочи у нас как основной драйвер по развитию курортов и туризма. Мы показываем, какие основные мероприятия ждут нас в ближайшее время. Это, прежде всего, Формула-1. И у нас это завершающий стартап по продаже билетов. И здесь мы предложим участникам определенные скидки. И, конечно, мы покажем то, что хотим увидеть в Сочи весной. Это будет новый проект, который мы представим на форуме. О своем участии в международном инвестиционном форуме заявили более 7 тысяч человек. Условия для работы в этом году очень комфортные. Это порядка 156 тысяч квадратных метров с большим своим светлым атриумом, насколько вы видите, с десятками системами инженерного профиля. Вот. Уникальность еще заключается в том, с точки зрения проведения 13-го международно-экономического форума, что из зоны в зон, допустим, зоны муниципальных выставок, круглословых переговоров, пленарного заседания, можно попасть там за считанную минуту. То есть, наверное, такого еще у нас не было. Оценить компактность предстоит участникам форума, который пройдет в Олимпийском парке с 18 по 21 сентября. Но уже можно смело предположить, что главный медиа-центр Сочи станет постоянно действующей площадкой для переговоров и заключения крупных экономических соглашений. Елена Всицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ